Ваше превосходительство, уважаемые главы делегаций, уважаемые гости, дамы и господа, я тепло приветствую вас всех на шестом саммите глав государств и правительств СВМДА. Спасибо большое за то, что вы приняли мое приглашение посетить Казахстан и принять участие в этом заседании высокого уровня. Я имею честь объявить открытым саммит СВМДА в честь 30-й годовщины. Ваше превосходительство, СВМДА проделала длинный путь с момента объявления о создании в 92-м году. Она появилась благодаря твердой вере, что международный прогресс может быть достигнут только через сильное и эффективное партнерство, выстроенное в духе солидарности стран. Несмотря на текущие геополитические вызовы, СВМДА продолжает развиваться динамично и расширять горизонты сотрудничества между участниками. Председательство Казахстана намеревается и впредь продвигать диалог и сотрудничество, направленное на взаимное доверие и безопасность в Азии. Я хочу выразить мою глубокую признательность государствам-членам за их постоянную поддержку и неоценимый вклад в процессы СВМДА. Я надеюсь, что сегодня у нас состоится активное обсуждение важных глобальных и региональных вопросов, и мы определим общие приоритеты будущей деятельности в рамках СВМДА. Дамы и господа, теперь мы переходим к пункту 2. Утверждение повестки дня. С момента выхода проекта повестки для нашего форума председатель не получил каких-либо замечаний по документу. Возражений, как я понимаю, по повестке дня не имеется. Повестка дня принимается. Уважаемые участники саммита, теперь хотел бы перейти к пункту 3 повестки дня. Предоставление Кувейту статуса государства-члена СВМДА. Заявка Кувейта на получение членства в СВМДА была распространена в ноте секретариата 3 февраля 2022 года. В соответствии с пунктом 11.1 правил процедуры СВМДА Кувейт выразил в своей заявке намерение присоединиться к СВМДА в качестве государства-члена и готовность соблюдать принципы и решения, принятые или подписанные в рамках СВМДА. Кувейт отметил, что СВМДА вносит важный вклад в укрепление мира, безопасности и стабильности в Азии. Кувейт подчеркнул свое намерение оказывать поддержку деятельности СВМДА и ее дальнейшему развитию. Председательство полностью поддерживает просьбу Кувейта о членстве в СВМДА. Комитет старших должностных лиц на заседании 10-11 октября 2022 года рекомендовал предоставить Кувейту статус государства-члена СВМДА. Согласно пункту 11.3 регламента СВМДА, статус членства может быть предоставлен после подписания государственным кандидатам двух основополагающих документов СВМДА. Декларация о принципах, регулирующих отношения между государственными членами СВМДА от 14 сентября 1999 года и Алматинского акта от 4 июня 2002 года. Хотел бы сообщить вам, что Кувейт подписал эти два документа 11 октября 2022 года. Поэтому я предлагаю принять проект решения о присоединении Кувейта к СВМДА в качестве государства-члена. Полагаю, что здесь возражений нет, поэтому решение о присоединении Кувейта к СВМДА в качестве государства-члена нашего форума принимается. Я приветствую государство Кувейт в качестве 28-го государства-члена. Уважаемые главы делегации, я искренне поздравляю Кувейт и всех нас с этим важным решением, которое вновь демонстрирует актуальность нашего форума и потребность в дальнейшем укреплении диалога и сотрудничества в Азии. Күрметті мемлекет және үкемет башылары, қадырлы делегация жетекшілері, қанымдар мен мұрзалар, Казастанның Астанасына қош келіңіздер. Азиядағы өзер айс қимыл және сенім шаралары жөндегі кеңестің 6-шы саммитіне қатысқандарыныз үшін сіздерге шынайы алғысымды білдіремін. Бейл осы кеңесті шақыру туралы бастаманың көтерілгеніне 30 жыл толды. Осы кезең ішінде бұл жиын көп жақты ынтымақтастық тоғырынна және замануи дипломатияның қалқарлық институтына айналды. Кенеске 1990 жылы 15 мемлекет мүше болса, олардың саны 28-ге жетті. Бұл жүрін мәнінде форумның әзев елдері және жалпы әлем қалымдастығы анындағы беделі арта түскенін көрсетеді. Біз көвейттің кенеске мүше болып, қатарымызға қосылғанына өте қуаныштымыз. Уғажаймын үшесінеке саммиті. Всех нас объединяет общее стремление к миру и сотрудничеству. Но, несмотря на наши созидательные усилия, мир не становится безопасней. Сегодня мы живем в условиях беспрецедентного геополитического шторма и нарастающего кризиса мировой экономики. Это явление уже названо глобальной дисфункцией. С момента проведения предыдущего саммита СВМД в 2019 году мировое сообщество пережило тяжелые испытания, негативные последствия которых продолжают оказывать воздействие на глобальное развитие. На мой взгляд, особо важной задачей, стоящей перед нами, является достижение устойчивости в международных отношениях перед лицом возникающих беспрецедентных угроз. Критически важно придать новый импульс многосторонним механизмам и вернуться к открытому диалогу. Прежде всего, нам всем следует направить усилия на формирование новой повестки мира с целью укрепления значения азиатского континента в глобальной системе международных отношений. Как вы знаете, Азия внесла огромный вклад в развитие человеческой цивилизации. На протяжении нескольких тысячелетий государства нашего макро-региона выступали основной движущей силой общественного, культурного, технологического прогресса всего человечества. Этот колоссальный исторический опыт может стать прочным фундаментом для построения нового, устойчивого, инклюзивного миропорядка, основанного на принципах суверенного равенства, мирного сосуществования и справедливости. Уважаемые дамы и господа, прогноз о том, что 21 век будет азиатским, теперь реальность. Азия стала признанным глобальным экономическим лидером в номинальном ВВП и приоритете покупательной способности. Регион обладает значительными человеческими и природными ресурсами. 21 из 30 крупнейших городов в мире находится в Азии. Из 30 триллионов среди среднего класса рост потребления к 2030 году составит 20... По оценкам к 2030 году из 30 триллионов долларов только 1 триллион будет поступать от западных экономик среди потребителей среднего класса. Но будущее Азии будет зависеть от нашей коллективной готовности укрепления диалога между культурами, традициями и мнениями. Я уверен, что шаги, которые мы предприняли для развития СВМДА, соответствуют этой цели. СВМДА должна и будет способствовать прогрессу, экономическому процветанию и диалогами между культурами и цивилизациями за счет объединения усилий с другими успешными многосторонними организациями, работающими на азиатском континенте. Уважаемые участники, председательство Казахстана намеревается повысить усилия для дальнейшего укрепления процессов СВМДА. Благодаря поддержке государств-членов мы уже получили осязаемые результаты. В прошлом году СВМДА обновила каталог мер по укреплению доверия. Этот обновленный каталог включает новые приоритетные области сотрудничества, такие как эпидемиологическая безопасность, здравоохранение, фармацевтическая отрасль, информационная безопасность и информационные технологии. Мы создали консультативные органы, совет видных деятелей СВМДА, который объединит выдающиеся политические и общественные фигуры. Их богатые опыты и знания будут носить вклад в совместные усилия. Научно-исследовательский форум будет служить в качестве универсальной платформы для экспертов и специалистов из Азии для обмена опытом и идеями и реализации совместных исследовательских проектов. В этом году в Астане состоялось заседание бизнес-совета и бизнес-форума, а также пятая встреча молодежного совета СВМДА. Фонд СВМДА будет создан сегодня. Его целью будет являться создание специального механизма для отбора проектов СВМДА и привлечения добровольных средств для их реализации. Мы также расширили количество наблюдателей и партнеров. Туркменистан присоединился к СВМДА в качестве наблюдателя и было принято решение о создании сотрудничества с Евразийским экономическим союзом и ОСЕАН. Уважаемые друзья и коллеги, с момента создания государства-члены провели пять саммитов, шесть министерских встреч, которые демонстрируют активную политическую поддержку процессам СВМДА. Председательство в СВМДА принадлежало Казахстану, Турции и Таджикистану. Десять лет спустя своего предыдущего срока, после председательства, Казахстан определил ряд амбициозных приоритетов своего председательства. В сердце этих приоритетов находится трансформация СВМДА в полноправную международную организацию. Мы уверены, что наша организация станет важным компонентом системы азиатской безопасности, основанной на принципах взаимного уважения интересов каждой страны. Безопасность в Азии составляет основу глобальной безопасности. Зрелость и эффективность СВМДА в качестве региональной платформы политического диалога является отправной точкой для дальнейшей трансформации. Государства-члены много раз обсуждали и согласились, что СВМДА уже де-факто функционирует как организация. Я хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, но мы на пути к новому этапу институционального развития. Поднятие статуса совещания подчеркнет возрастающую роль Азии в глобальных вопросах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень. Я уверен, что это несет вклад в расширение сотрудничества и развития на азиатском континенте и укрепит потенциал противодействия вызовам и угрозам в быстроменяющемся мире. Уважаемые коллеги, хочу выразить глубокую признательность всем государственным членам СВМДА, поддержавшим заявку Республики Казахстан на новый срок председательства в 2022-2024 годах. На предстоящие двухлетия казахстанское председательство ставит перед собой серьезные цели и рассчитывает на тесное сотрудничество и поддержку государств-членов. Во-первых, экономическое измерение. Считаю своевременным решение учредить Советы СВМДА по устойчивой взаимосвязанности. Разрывы в глобальных цепочках поставок вынуждают нас по-новому взглянуть на формирование эффективных транзитно-транспортных коридоров. Удобные и доступные пути транспортировки грузов являются важным фактором устойчивого роста наших экономик. Важно сконцентрироваться на реализации транзитно-транспортного потенциала путем проработки диверсифицированных маршрутов коммуникации и доставки грузов. Во-вторых, предлагаю трансформировать финансовый саммит СВМДА в постоянно действующую площадку. Финансовый саммит был инициирован Китайской Народной Республикой для активизации сотрудничества государств-членов СВМДА в области финансов. Трансформация финансового саммита будет способствовать восстановлению экономик, устойчивому и инклюзивному развитию создания благоприятных условий для регионального и субрегионального финансового сотрудничества в рамках совещания. На пространстве СВМДА в Шанхае, Дубае и здесь, в Астане, успешно работают крупные финансовые центры. Для решения обозначенных задач можно в полной мере задействовать их потенциал. В-третьих, становится все более важным экологическое измерение. Изменения климата приводят к психийным бедствиям, которые стали все более непредсказуемыми и катастрофичными. В 2021 году в Азии от них пострадали 57 миллионов человек. К 2050 году возможный урон азиатским экономикам от подобных природных катаклизмов может составить цифру 26% от валового внутреннего продукта. Недавнее мощнейшее наводнение в Пакистане стало масштабной гуманитарной катастрофой. В это трудное время мы вновь подтверждаем свою солидарность с народом и правительством Пакистана. Климатический кризис может привести к военным конфликтам и уже стал катализатором огромных и неконтролируемых миграционных потоков. Крайне актуальным для Азии является вопрос декарбонизации экономики. Для решения этой задачи необходимы инвестиции в невиданных ранее объемах. Через месяц в Египте состоится конференция по климату COP27. Предлагают также в 2024 году провести в Астане конференцию высокого уровня по проблемам экологии в странах СВМД. Результаты данной конференции могут стать основой для создания Совета СВМД по вопросам сотрудничества в сфере экологии. В-четвертых, на пространстве СВМД необходим реально работающий механизм обеспечения продовольственной безопасности. Азия производит две трети мировой сельхозпродукции, но продолжает оставаться уязвимой в данной сфере. Нам нужно выработать унифицированные подходы к оценке соответствия значимых продуктов национальным стандартам, а также создать зеленые коридоры между государственными членами СВМД для данной категории товаров. Представляется перспективным наладить сотрудничество СВМД с Исламской организацией по продовольственной безопасности, штаб-квартира которой расположена в Астане. Учитывая сельхозпотенциал наших стран, мы могли бы принять меры для обеспечения нуждающихся стран продовольствиями и удобрениями. В-пятых, в центре наших усилий всегда должны находиться люди. Экономические меры можно считать эффективными, только если они ориентированы на человеческое измерение, сбережение и развитие людских ресурсов. Успешное проведение заседания Молодежного совета в Астане в июле текущего года свидетельствует о больших перспективах для взаимодействия в данном направлении. В этой связи предлагаю в 2024 году провести в Астане под эгидой Молодежного совета слет лидеров волонтерских движений стран СВМД. Большие перспективы открывают создание партнерской сети ведущих университетов государств-членов СВМД. Посредством данной сети можно было бы обмениваться разработками в IT-сфере, нанотехнологиях и возобновляемых источниках энергии. Уважаемые дамы и господа, Казахстан привержен дальнейшему развитию СВМД. Я уверен, что совещание, учитывая его и уникальные форматы географии, мерит серьезные перспективы и большое будущее. Спасибо за ваше участие. Я желаю всем участникам саммита успешной работы, новых достижений в укреплении нашей организации.